Сейчас Украина переживает непростые, но, надеюсь, судьбоносные события. Вчера, 27 февраля, в Киеве состоялось заседание Верховной Рады Украины, на котором была создана новая коалиция депутатских фракций «Европейский выбор». И именно эта коалиция вчера же сформировала новый состав правительства Украины. Кратко хочу остановиться на трех основных задачах нашего правительства. Первое – это обеспечение территориальной целостности Украины. Второе – нормализация экономической ситуации в стране, и для этого проведение переговоров с международными финансовыми организациями для получения кредитов. И, наконец, это проведение честных, прозрачных выборов президента Украины. Эти выборы назначены на 25 мая сего года и также пройдут на территории Казахстана. Здесь, в Астане, на территории посольства, и в Алматы, на территории Генерального консульства. Что касается внешней политики, то ключевое задание – это европейская интеграция, которая включает подписание соглашения об ассоциации, создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом и введение для граждан Украины безвизового режима. В этом году Украина председательствует в Содружестве независимых государств. Мы хорошо помним, как Казахстан содействовал Украине, когда в прошлом году Украина председательствовала в АБСЕ. Я хочу отметить, что те приоритеты, которые будет стремиться достичь Украина в СНГ, а также очень близки Казахстану. В частности, это такие три приоритета. Развитие отношений между странами СНГ и Европейским Союзом. Это поиск путей формирования общего экономического, гуманитарного и экологического пространства. Я думаю, что для Казахстана, как лидера евразийской интеграции, такое положение также очень важно. И, наконец, Украина будет стремиться подготовить к подписанию соглашения о транзите трубопроводным транспортом, о свободной торговле услугами и о поэтапной отмене экспортных пошлин. Поскольку мы встречаемся в такой непростой для Украины момент, хотел бы отметить очень бережное и, главное, непредвзятые отношения в Казахстане к событиям в Украине. Так, например, в недавнем заявлении Министерства иностранных дел Казахстана Украина называется сильным и уважаемым государством, которое обладает колоссальным промышленным, экономическим и человеческим потенциалом. И для нас очень ценно, что именно в этих непростых условиях Министерство еще раз заявило, что Казахстан рассматривает Украину как важного партнера, с которым она поддерживает стратегические отношения. Или вот иной пример дружественного отношения. А в день траура, который был объявлен в Украине по всем погибшим, к стенам посольства пришла, причем инициативно, группа граждан Казахстана, которая очень трогательно провела церемонию минуты молчания с зажженными свечами и возложением цветов к приспущенному государственному флагу Украины. Причем я хочу сказать, что это были граждане разного возраста, разных профессий. И поверьте, что для нас, работников посольства, вот такие проявления народной дипломатии очень важны.